В прошлом видео мы разобрали Великую битву при Деставизе. Это была большая победа римской армии над восставшими германскими племенами под предводительством вождя Арминия. Но на этом война не закончилась. Армению не только удалось сохранить армию, но и продолжить активные боевые действия. Как ему это удалось? Варгейм Рус! Как получилось, что воины из разбитого войска собрались все вместе, а не разбежались по домам, где бы их насилили римляне по одному? Тацет про это пишет просто. Приведем цитату. Анналы, книга 2, абзацы 18 и 19. Римские воины, выложив насыпь, водрузили на нее в виде трофея оружие с надписью, в которой были поименованы побежденные племена. Не столько раны, потери и поражения, сколько вид этой насыпи наполнил германцев скорбью и яростью. Только что собиравшиеся покинуть свои селения и уйти за Альбис, Эльбу, они теперь жаждут боя, хватаются за оружие, простые и знатные, молодежь, старики. Все это, конечно, красиво звучит, но разве такое возможно? Как вообще германские воины, разбежавшиеся по лесам, могли узнать о римском памятнике в честь победы? И если как-то они об этом узнали, то почему их это так возмутило? Налетаться тоже зря писать не будет. Давайте разберемся в этом. Для начала ответим на вопрос, разбежалась ли после разгроба германское войско. Давая бой при Диставизе, Армений не был уверен в успехе. По этой причине он пошел на очередную хитрость. Войска собирались по округам и выставляли сотенные отряды. Каждый из них шел в поход с телегами, в которых везли походную утварь, провиант, оружие и другие грузы, необходимые в военно-полевом быту. Некомбатантами у них были матери, дети, подростки и жены. Все ополчения пришли в назначенный пункт сбора. Запомните это, так как это имеет важное значение для понимания предстоящих событий. Перед лагерем прошел войсковой смотр. Проводились учения и тренировки. Варвары медленно стягивались из дальних округов. Войско, в котором более 40 тысяч бойцов, очень много потребляет пищи. Еду они однозначно брали с собой на несколько недель. В малонаселенных германских лесах было бы сложно собирать провиант для такой массы людей, находящихся в одной точке. Как говорится, кормить земли такое войско будет очень сложно. Все запасы еды германцы собирали в своем лагере. Там же находилась и прислуга воинов. Захват этого лагеря привел бы войско к голоду, и оно распалось бы моментально. Варгейм Рус Тацит, описывая разгром при Эдистовизе, указывает, что римляне взяли трофеи. Внимательно послушайте, какие. Тацит, Анналы, книга 2, абзац 18. С пятого часа дня и до ночи наши рубили врагов. На протяжении 10 тысяч шагов все было усеяно их трупами и оружием. Причем среди доставшейся нам добычи были обнаружены цепи, которые, не сомневаясь в исходе битвы, запасли для римлян германцы. Кстати, время римляне считали не как мы. Сутки делились на 24 часа. Но были ночные часы и дневные часы, по 12 и тех, и других. В дни равноденствия часы были равны. Но во все другие дни они имели разную продолжительность. Летом дневные часы могли равняться нашим 1 часу 15 минутам. А зимой 1 римский час дневной равнялся 45 минутам по нашему времяисчислению. Ночное время было также изменчивым. И к тому же делилось еще на 4 стражи, когда меняли ночные караулы в римской армии. Поэтому разгром при Идистовизе в 5 часов дня – это примерно около 11 часов по нашему времяисчислению. У германцев были серьезные проблемы с добычей металлов. И кажется маловероятным, чтобы они имели цепи для сковывания пленников. Возможно, римляне нашли веревки, а не цепи. А Тацид просто приукрасил эти сообщения. И важно для нашего исследования, что в качестве трофеев нет женщин, скота, провианта и другого имущества. То есть римлянам достались оружие, брошенное или выпавшее из рук убитых и цепи. И все. Нет указаний на взятие военного лагеря. То есть до ночи просто убивали врагов. Одним из важнейших показателей полной и безоговорочной победы является взятие лагеря противника. Тацид же ничего не пишет о том, что римляне захватили лагерь германцев. Не странно ли? Ведь у лагерей во многих античных битвах всегда шел жаркий последний бой, который заканчивался резнью побежденных и разграблением лагеря. И Армений это знал. В чем же была хитрость Армении? Свой основной лагерь он расположил на значительном отдалении от предстоящего поля боя. Вероятно, километрах в 15. То есть практически суточный переход. Там и находилась еда, женщины и телеги со скотом. Непосредственно рядом с полем боя германцы имели малый, временный лагерь, который они разбили перед битвой. Там же были минимальные запасы еды и немногочисленная прислуга вышла из лагеря перед битвой и отправилась в основной лагерь. И все германцы, разумеется, об этом знали. Когда германцы потерпели поражение, римляне захватили временный лагерь, где нашли объедки германцев и веревки. Поэтому Тацет об этом не пишет. Так как римляне вместо того, чтобы продолжить погоню за беглецами, до основного лагеря остановились, считая, что лагерь противника их товарищами уже взят. И победа уже полная. Таким образом, римляне упустили возможность добить германцев. Еще раз повторюсь, если бы Армения оставила запасы пищи и командантов и скот в лагере, с которого они выходили на бой, то германцы прибежали бы в него после разгрома, чтобы спасти родню и имущество. И были бы уничтожены римлянами. А те, кто выжил в этой бойне, были бы рассеяны по причинам, указанным выше. И войско перестало бы существовать. Отсюда можно сделать вывод о том, что основной лагерь взять римлянами не был. Германцы после поражения бежали не хаотично, а стремясь вернуться в основной лагерь. Почему они не разбежались кто куда? А потому что в лагере у них были матери, сыновья, дочери, жены, еда, скотины, телеги и тому подобное. Не нужно было даже отдавать приказы бежать в лагерь. Подавляющее большинство отступающих сами стремились в него. Как говорится, вернуть бы свое. Надо пояснить, что тот же конь и телеги для человека той эпохи были огромной ценностью. Да и остаться без еды за пару сотен километров от дома – это еще то удовольствие. Не говоришь о том, что в лагере у воинов были их близкие люди. По этим причинам войско более или менее в полном составе собралось в этом лагере. Ясно, что потери были большими, но, видимо, не фатальными. Кто-то скажет, что в этот лагерь прибежало перепуганное мясо, побросавшее при бегстве оружие. Приведем слова Тацета о дисциплине. Или, как некоторые говорят, о военных традициях в германских войсках, так как они отрицают наличие дисциплины у германцев. Тацет о происхождении германцев, абзац 6. Бросить щит – величайший позор. И подвергшемуся такому бесчестию возбраняется присутствовать на священнодействиях и появляться в народном собрании. И многие, сохранив жизнь в воинах, покончили со своим бесславием, накинув на себя петлю. Бросить оружие для германцев – бесчестие. И проще умереть в бою, чем остаться безоружным. По этой причине большинство воинов прибежали в лагерь вооруженными, сохранив свою боеспособность. Не хуже спартанцев, у которых была крылатая фраза «со щитом или на щите». Войско отошло от шока поражения, приняло пищу, осмыслило случившееся. Командиры подсчитали потери. Оказалось, что они были не столь огромными, как могло показаться. Они, вероятно, составили что-то около 13 тысяч убитых, тяжело раненых и пропавших без вести, плюс дезертиров. Это наше оценочное суждение, которое проистекает из дальнейших событий. При этом часть дезертиров постепенно вернулась в войско. Пока германцы зализывали раны и думали, что делать дальше, римляне установили свой памятник в честь победы. Для легионеров это сооружение носило религиозный смысл и посвящалось богу войны. Где могли поставить римляне этот памятник? Тацет говорит, что где-то рядом с полем боя была священная роща. И римляне могли установить свое сооружение как раз туда, чтобы показать врагам, чьи тут боги главные. Римляне частенько так поступали на земных побежденных народах. Именно это возмутило германцев. Узнать о строительстве римского памятника германцы могли отчудом выживших бойцов, которые, например, спрятались на деревьях при бегстве германского войска с поля боя. Они выжили и могли видеть, что враги вытворяют в священной роще. А ночью счастливчики добежали до своего лагеря и рассказали всем об осквернении священного места врагами. Это вызвало эмоциональный подъем всего войска. Армения наверняка воспользовался этой информацией и, обращаясь к войску, надавил на это. Мол, вы можете не уважать себя и разбежаться по лесам, драпая хоть до Эльбы. Но римляне осквернили наших богов. И если мы не отомстим, то боги отвернутся от нас. Люди в те времена были очень религиозными, и эта речь произвела на них впечатление. Израненный в залитых кровью доспехах Армения стоял перед германцами, которые не винили его в поражении, а стали требовать продолжения войны. Так римляне своим высокомерно хамским поведением придали противнику сил для сопротивления. При этом перили войну еще и в религиозную плоскость. О чем, собственно, Тацет и написал, что, мол, римский памятник взбудоражит германцев сильнее, чем поражение, потери и смерти близких. И они с большей яростью продолжили войну. Из возвратной потери германцев составили несколько тысяч человек. Но надо учитывать, что все войско германцев прошло через рукопашную резню. Многие бойцы получили легкие раны, которые в обычной жизни не опасны, но в походе и тем более в сражении дадут о себе знать. Тацет пишет, что римляне понесли незначительные потери, видимо, в несколько сот человек. Но надо понимать, что потери, к примеру, пять сотен убитыми на практике означает примерно столько же тяжело раненых и тысячу легко раненых солдат. К тому же Тацет вообще мог не учитывать потери ауксилиев для большего контраста между потерями римлян и варваров. Ауксилии наверняка понесли немалые потери. Подчеркнем, что моральный дух германцев римлянам сломить не удалось. Еще раз вернемся к абзацу 19 и дочитаем его до конца. Они теперь жаждут боя, хватаются за оружие. Простые и знатные молодежь, старики, все совершают внезапные набеги на продвигавшееся римское войско и приводят его в расстройство. За это сообщение Тацетта видно, что Армений начал проводить в действии партизанскую тактику борьбы. Под натиском римлян войско отступало вглубь своей территории. При этом организовывались и проводились нападения на походную колонну римлян по типу Тевтамбурской битвы. Тажу Cabre в conocительный регион ПОЮТ Продолжение следует... Тацет признает, что эти нападения приводили к серьезным потерям для Римна. Тацет признает, что эти нападения приводили к серьезным потерям для Римна. Тацет признает, что эти нападения приводили к серьезным потерям для Римна. При первой ошибке с врагом он успел метнуть три дротика, после чего отходил за строй пехоты ближнего боя. Там из-за спины он доставал еще три дротика, а последний оставлял, чтобы использовать его как короткое копье в ближнем бою. После чего застрельщик либо смещался на фланг боевого построения, либо оставался за пехотой и металл дротики навесом над головами своих товарищей, ведущих рукопашный бой с врагом. При этом застрельщик мог подбирать вражеские дротики, которые долетали до него. Что такое своеобразное перекидывание дротиков друг по другу? Если застрельщику случалось вступить в новое сражение, то он брал в ободе еще шесть или семь дротиков. Во-вторых, до Армении германцы воевали, используя дротики. Поэтому у каждого ополченца были их запасы. Но Армения, собирая ополчение, призвал их вооружиться длинными пиками. Длинную пику нужно держать двумя руками и применять при этом дротики невозможно. Но ополченцы наверняка взяли с собой на войну свое старое оружие – дротики. И не только из рационального соображения. Сюда вплеталась и религиозность германцев. Проходя процесс инициации, каждый воин получал щит и фромею – легкое копье, которое можно было использовать как дротик. И относился он к этому оружию очень трепетно. Для него оно было священным. Дротики, которые взяли с собой пикинеры, остались в обозе на всякий случай. Германцы собрали более 20 тысяч ополченцев под эдистовиза. А значит в обозе было порядка 280 тысяч дротиков. Плюс дротики застрельщиков. Так называемый второй боекомплект. О чем мы говорили ранее. Так что боеприпасов было вдоволь. Мы видим, что дротики они собирали до битвы. Зачем мы заостряем на этом внимание? Просто будут те, кто скажет, что необходимое число дротиков армия германцев брала по ходу следования по своей территории из близлежащих селений. Но подчеркну, что сделать это было невозможно физически. Поселения были редкими и малолюдными. Достаточного числа дротиков для армии там не могло быть в принципе. Следовательно, запасы были собраны заранее. Естественно, какое-то число боеприпасов поступало в войско и во время отступления. Но оно было несопоставимо с тем, что было заготовлено заблаговременно. Варварское войско стало пребывать в пополнении. Вожди мобилизовали для новой битвы практически всех, кто мог держать оружие. По сути, германцы начали тотальную войну. Собирая его в войско, всех, кого только можно было призвать на новую битву. Желающих сражаться было много. А почему? Римские войска шли по отдельным германских племен огненным валом, сжигая все, что горит, убивая все, что шевелится. Кого-то, конечно, захватывали в плен для продажи в рабство. Шла жестокая карательная операция, и большая часть вождей решила сражаться с врагом, а не бежать за Эльбу. При этом в каждом племени оставались мужчины, которые не участвовали в битве при Едистовизе. Таких, как правило, порядка 30% от общего мобилизационного потенциала племени. Плюс пожилые бойцы, которые в критический момент также могли встать в строй. Пока собирались войска, германцы сдерживали продвижение римских армий вглубь своих земель. На походные колонны врага совершались бесконечные атаки из засад. Осмелимся предположить, что потери римлян на марше были значительно выше, чем в самой битве при Едистовизе, особенно в раненых. Уверившись, в легкой победе римляне получили неожиданный отпор. Ни о каком походе на Рим уже никто не говорил. Все желали поскорее закончить эту тяжелую войну. Силы римлян таяли, а войско Армении росло. Если бы Армений мог вводить римлян по Германии, как русские таскали Наполеона по своей земле, то римляне были бы уничтожены под ноль. Но земляхи руссков не столь огромна, как Россия. Армении вынужден был дать бой. В его войске, судя по всему, находилось огромное количество гражданских. Колонна германцев двигалась медленнее, чем римская. Римляне сутки шли по 6 часов, а потом строили лагерь и отдыхали. Германцы укрепленных лагерей не строили, а располагались на стоянку и были на марше часов по 9-10, чтобы римляне их не настигли. У них был огромный обоз из беженцев, которые двигались медленно. Арьергард в любом удобном месте устраивал засады и сдерживал продвижение врага. Как долго это длилось, неизвестно. Запасы дротиков также должны были подойти к концу. Тут мы подходим к еще одному интересному моменту этой войны. Армении привел войска к болоту. Они не просто бежали сюда, а целенаправленно отходили. Об этом свидетельствует то, что поле предстоящего боя было усилено фортификациями. Была построена насль, которую Тацит называет «широкой». За день или два такое сооружение не возвести. К тому же она была усилена стеной, как в Тевтобурском лесу. Это был серьезный труд большого числа людей. Обращу внимание, что для этого необходим строительный инструмент, который германцы не брали на войну. А значит, туда и стягивали еще и мирных граждан для фортификационных работ со своим инструментом. Отсюда вытекает, что решение о бою в том месте было принято заранее, еще при начале отступления от Эдистовиза. И пока войско туда шло, местное население было оповещено о необходимости начать строительство укреплений. И туда прибыл, возможно, даже сам Армений, чтобы организовать эти работы. К месту новой битвы подтаскивали дротики, еду, стягивали резервы. Новое поле боя было между лесом, болотом, рекой и горой. В интернете мы нашли несколько описаний битвы при Эдистовизе. В них либо вообще нет упоминаний про второй бой в болот, либо приводят просто цитату из сочинения Тацита, без попыток ее осмыслить. Читая Тацита, я сам поначалу ничего не мог понять. Подчеркну еще раз, что рассказ Тацита дошел до нас через множество переписок, переводов и частично смысл был утрачен. Предлагаю вам послушать текст из его сочинения и представить, как выглядела карта и располагались на ней войска во второй битве. А потом взгляните на то, как мы с братом реконструировали карту боя. Слушайте. Тацит, аналог, книга 2, абзац 19. Наконец они выбирают поле сражения, зажатое между рекой и лесами, с тесной и топкой равнинную посередине. Да и леса отовсюду были окружены непроходимым болотом, кроме той стороны, где ангриварии, чтобы отгородиться от хирусков, возвели широкую насыпь. Здесь стала пехота, а всадники укрылись в ближайших рощах, с тем, чтобы оказаться в тылу вошедших в лес регионов. Потом Тацит пишет следующее. Книга 2, абзац 20. Легату Сею Туберону он поручает конницу и открытое поле. Пехотенцев же выстраивает таким образом, чтобы часть их вошла в лес ровной дорогой, а другая преодолев противолежающую насыпь. По овладению валом, Цезарь первым во главе претерианских когорт ворвался в лес, и там завязалась рукопашная схватка. У врагов к тылу примыкало болото, у римлян – река и горы. И тем и другим некуда было податься. Они могли рассчитывать только на свою доблесть. Их спасение было только в победе. Место боя учеными не найдено. В записании поля боя можно сделать предположение, что карта имела следующий вид. На поле боя должна быть река. Это может быть Везер или иная другая река, так как Тацит не пишет название реки, у которой был этот бой. Но судя по тому, что где-то рядом земли ангревариев, то эта река все же Везер или его приток. У реки должна быть высокая гора или холм с крутыми краями. Вход в долину узкий и неудобный для движения, так как часть легионеров наступают по дороге в лесу. То есть идти через лес было удобнее, чем на этом открытом участке местности. Что это за дорогой, куда она ведет – непонятно. Возможно, она проходила через лес и уходила в болото, и шла вдоль реки. Лес окружает топку долину. В лесу – болотца, которые прикрывают германзов от возборных атак врага с тыла. Странные на первый взгляд слова Тацита, что ангреварии отгородились от хирусков насыпью, объясняется просто. Армений расположил своих хирусков отдельно от основного войска. При этом Тацит пишет так, что можно подумать, что хируски были все конные, а этого не могло быть. В этот отряд входили, видимо, бойцы именно хирусков и конницы всех остальных союзников. Из слов Тацита видно, что бой ведет вообще всего два племени – ангреварии и хируски. Это сообщение можно трактовать буквально, что всего два племени продолжали вести войну, а остальные разбежались. Можно и более расширенно, понимая под ангревариями всех союзников Армении, допуская при этом, что Тацит просто не заморачивался в перечислении всех племен. Второй вариант кажется более предпочтительным, так как если бы в союзе осталось всего два племени, то они не смогли бы выставить на поле боя войска, способные хотя бы теоретически оказать сопротивление оккупантам. А каков был размер этого поля боя? Из описания Тацита это совершенно непонятно. Попробуем рассчитать размеры поля боя при помощи анализа боевого построения римлянг. Опять же, Тацит практически ничего не говорит нам о построении римских войск. Но давайте предположим, что войско шло в том же порядке, что и в битве при Игистовизме. Почему именно так? Так, явно германцы после понесенных потерь в прошлой битве не могли выставить столько же бойцов во второй бой. Но при этом, если бы у них было слишком мало воинов, то они разбежали бы и без битвы. Так что войско все же достаточно крупное. Германик применял ту же тактику построения воинов, что и в предыдущей битве, так как она зарекомендовала себя в прошлом бою. Это предположение вытекает из описания битвы. Поэтому германик построил легионы в два эшелона по четыре в линию. Вспомогательные войска могли быть на флангах и впереди основного построения. Те отряды, что наступали через лес, снова попали в засады. Завалы и засеки из деревьев. Именно их возглавлял сам германик. Видимо, там же были и две притарианские когорты. То есть, если войск было столько же, сколько приедистовиза, то фронт поля боя для пехоты можно определить как 1368 метров. Но мы знаем, что армия понесла потери в серии битв и засад. По этой причине оценим общую длину строя римской пехоты в 1100 метров. Точнее будет правильнее сказать, что это была длина насыпи, которую обороняли ангреварии и штурмовали римские пехотинцы. Помимо этого участка битвы, сражение развернулось и на ток коровнини. Насыпь выглядела примерно так же, как в Тавтабурской битве у горы Калькрыза. Ученые у этой горы нашли остатки германских укреплений и реконструировали их. Про это мы говорили в прошлых видео. Укрепления должны были закрыть доступ римлян к лагерю германцев. При этом блокировать еще и единственную дорогу в болотах. Тут возникает еще вопрос, а где были расположены лагеря германцев? Из описания дальнейших событий видно, что хируски стоят отдельным лагерем от союзников. Поэтому мы сделали вот такое предположение и разместили силы таким вот образом. Укрепления ангревариев перекрывали дорогу, ведущую через болото. Их обороняет вся союзная пехота Армения. Они имеют не менее 12 шеренг бойцов ближнего боя и 4 шеренги застрельщиков. Их поддерживает еще некоторое число ополченцев, собранных уже после Едистовиза. Сколько их было? Если на поле боя при Едистовизе было 2 трети воинов от возможного мобилизационного потенциала в племени, то треть составляет примерно 14 тысяч. Явно, что не все они пошли на новую битву. Оценим это пополнение в 5-7 тысяч, и этого уже много. Рассчитаем общее число воинов германских племен. Методику его применим ту же, что и в фильме про битву при Едистовизе. Если укрепления ангревариев протянулись на 1100 метров, то пехота, построенная в 12 шеренг, будет состоять из 14664 воинов. Ну, округлим до 14700. Это была пехота с длинными пиками. Тогда по фронту этот отряд будет иметь еще и 4 шеренги застрельщиков, что дает нам 4900 стрелков. Сколько осталось воинов в отрядах вождей? Тут нам нечего отталкиваться. Чисто гадание на кофейной гуще. Если в битвы при Едистовизе мы оценивали их в 5400 воинов, то явно они понесли большие потери при разгроме и в арьергардных боях. Вряд ли их было более 4000, при поддержке 1500 застрельщиков. Кавалерия не понесла серьезных потерь, и оценим их число в 1000, как и для прошлого боя. А вот комный отряд самого армии неоднозначно сильно прорядили в прошлом бою. Мы оцениваем, что из 500 воинов осталось 200. Остальные были ранены или погибли. Если воины Армении, состоявшие из хирурсков, стояли отдельным отрядом от остального войска, то он мог состоять из 5000 пехотинцев, пикинеров, дружинников и стрелков. Откуда эти данные? В первом фильме против Табурскую битву мы приводили данные, что военный потенциал хирурсков ученые определяют как 8000 воинов, то есть максимум они могли выстрелить на поле боя. Вычитая из этого числа примерные потери в боях, получаем искомую цифру. Итого оценочное войско состояло из 36-38 тысяч воинов. Римские силы предистовеза состояли примерно из 60 тысяч воинов. В самой битве потери были незначительными, а вот при преследовании врага, которое длилось примерно от 10 до 15 дней, а то и больше, римляне понесли существенные потери. Предположим, что они составили 10 тысяч воинов, из которых тысячи две убитыми, а остальные ранены. Германник не бросал на растерзание врагам своих раненых бойцов, а тащил их с собой, возможно, как-то переправлял раненых на корабли. Но мы точно не знаем, где был флот, так как Тацет вообще про него не упоминает, а он был где-то рядом. Поэтому к валу Ангривариев Германник вывел порядка 50 тысяч боеспособных воинов, которые были сильно физически истощены долгим маршем. Обычно легионеры маршировали 3-4 дня и один отдыхали. В погоне за хирургскими возможно, что римляне шли без отдыха дни 15. При этом беспрерывно подвергались нападению из засад. Вернемся на поле боя. За насыпью идет лес. В самом лесу или за ним находился лагерь германцев, обороняющих укрепления. Лагерь упирался в болото. В хирургске расположили свой лагерь, видимо, за болотом. По крайней мере, к нему было сложно пробраться врагу. И не требовалось строить оборонительный вал. Было бы странно, если бы лагерь союзников был бы укреплен, а лагерь полководца нет. Значит, его защищали естественные преграды. Скорее всего, в болоте был проход к этому лагерю. Эту дорогу оборонял сам Армений. Вот такая была диспозиция войск перед битвой. Также мы оценили чистость войск в этом бою. Во второй части фильма про битву у Вала Ангревариев мы расскажем, как мог идти этот бой. Детальный разбор этой битвы открывает ряд интересных и неоднозначных деталей, раскрывающих то, кто победил на самом деле в этой битве. Присоединяйтесь к нашему каналу и узнаете об этом первыми. Немного рекламы. Хотелось бы рассказать вам про канал «Славный воин. История». Канал создан как развлекательный и посвящен битвам в Mounted and Blade. Точнее, авторы сами делают моды для этой игры. В своих видео они разбирают разных древних воинов, будь то конкистадор или ацтек, самурай или европейский рыцарь. Потом они проводят сравнительный анализ оружия и доспехов, выучки и другие характеристики и создают игровые модели этих бойцов. Каждый из вас может присоединиться не только к просмотру их видео, но и лично поучаствовать в игровых сражениях. Они как раз собирают команду для тестирования их мода. Ссылку на канал дам в описании к видео. Также у них есть группа ВКонтакте, на которую подписано 200 тысяч человек. Кого заинтересовал, вы знаете, что надо делать. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok